Итак, доброе утро всем! Шалом! Бонжур! Хэлло! Всем доброе, добрейшее утро! Мы продолжаем изучать книгу Мишлей, царя Савамона, мудрейшего из людей, Мишлей. Притча царя Савамона, 12 глава. Сегодня с Божьей помощью закончим 12 главу. Ну, сейчас мы находимся в Риме Ахоль, а мы, это называется, полупраздничные дни. И каждый себе устраивает праздник так, как он считает нужным. Но есть правила, есть правила, по которым все равно все надо делать. Вот что интересно, Тора, она дает человеку набор правил, которые выше, чем человеческая логика и больше, чем человеческое желание. И Тора, это как раз вот так интересно, Бог нас, можно сказать, проверяет, или с одной стороны проверяет, с другой стороны дает нам возможность заработать баллы. Он говорит, смотрите, вот Влад Косов нас смотрит, вот там Влад или Ицкак, или там кто-то другой. У тебя есть твои желания. Я мало этого, я еще сделаю так, чтобы твои желания были против Торы. Теперь вот тебе Тора, ты ее узнаешь, поймешь и дальше решай, будешь ты так делать или не будешь. Интересно, я вот думал над одной вещью такой, а сейчас чуть пока все собираются, я расскажу, чтобы те, кто соберутся, потом смогут послушать. Когда Бог создал первого человека, то в Торе написано, что и увидел Бог, что ему плохо одному. И дал ему жену, дал он ему жену. Но эта же самая жена, которую Бог ему дал, она же была потом причиной, то есть через нее Бог сделал так, что она начала человека уводить от Торы, от приказа Бога. То есть получается так, Бог увидел, что ему плохо, дал ему жену, и эта жена, она была, как можно сказать, для него причина того, что он потерял вечную жизнь и связь с Богом. Это очень странная такая ситуация, которая мне сегодня вот вспомнилась. Получается, что Бог изначально, когда он создал человека, он создал ему условия, при которых человеку будет хотеться, или будут внешние условия, которые человека уводят от Бога. И человек с помощью Торы, с помощью прямого приказа Бога, Бог же ему сказал, от этого дерева не ешь, все, нельзя. То есть был прямой приказ, что делать надо и что делать не надо. И дальше создаются условия, вроде бы жена, которую Бог дал, вроде бы она как бы от Бога, ну прям подарок, можно сказать, создал помощника ему, да, и она его введет в другую сторону от Бога. Это очень странно. То же самое у человека внутри, казалось бы, что может быть у человека ближе, чем он сам для себя? Что может быть для человека ближе, чем его собственное желание? Его желание, он же это знает, как есть современный психолог такой сейчас интересный, Лобковский. Он говорит, хочу и буду, хочу и буду. Вот он говорит, ну класс, это же, пойми, что ты хочешь и делай. Вот, вот простая схема, понятная, да? Тора говорит, нет, неправильно, с самого начала. Есть ты, есть твое желание, а есть желание Бога. Сумел ты попасть в желание Бога, значит ты перескочил на уровень своей души, близости к Богу, стал с Богом одним целым, не сумел, пошел на поводу у своего вот этого я, все, значит смерть. Так система работает, представляете? Удивительно, да? Хорошо, значит мы дошли до, был один урок, такой он был непонятный, потому что прошлый. Он был, я же сейчас в Израиле, и в Израиле празднуют Песах один день. И был пятница, в Израиле можно было проводить уроки, а во всем мире нельзя, потому что евреи празднуют во всем мире два дня Песах. Я как бы провел урок, но сейчас я его повторю коротко, для того, что я даже его не выкладывал, чтобы никого не подвести, потому что получилось бы, что у меня праздника нет, а у кого-то праздник, и я их подвожу. Поэтому сегодня 24-й, мы повторим 24-й отрывок, здесь написано так, 24-й отрывок 12-й главы, что рука Харуцим, это прилежник переводит это слово, Харуц, это обратная сторона от лентяй и обманщик. То есть есть лентяй и обманщик. У лентяя, у него нету возможности реализовать свои желания, кроме как обманным путем, он же не хочет работать. Поэтому лень и обман, они идут всегда рядом. Человек для того, чтобы оправдать свою лень, он вынужден обманывать, а чтобы получить что-то от других людей, он тоже будет обманывать, и в конце концов может прийти к воровству и так далее. Теперь, значит, а Харуц, это наоборот, он прилежный, он много работает и честно работает. Написано, что яд Харуцим Тимшоль, рука вот этих вот прилежных людей будет властвовать. То есть они будут наверху, они честно будут зарабатывать, они будут, так как они работают, они даже маленькими шагами, они будут продвигаться очень далеко, и в итоге они будут наверху. А Ремия, рука Ремия, обманная рука, то есть рука человека ленивого, который обманывает, она будет всегда под властью кого-то. Мы знаем, что очень интересно, впервые вот мы учили, что тот, кто то есть ты берешь на себя ярмо Торы, когда то есть человек может взять на себя именно ярмо Торы, то есть выполнение заповеди, он полностью выполняет весь шуха на руках, он во всем руководствуется только Торой, Бог говорит, ты взвалил на себя вот это духовное ярмо, но это ярмо, именно это не в кайф такое, знаете, как говорят, служение Богу, это удовольствие, это ярмо. Теперь дальше, с него снимают тогда заботу о пропитании и бремя властей, вот Яков Шитадин знает. Теперь, Апорек мемена оль Тора, тот, кто сбрасывает с себя ярмо Торы, на того одевают ярмо, написано, Нотнимара оль молхут воль дера херец, на того одевают ярмо государство, царство, и дера херец, тревога, или дера херец, это он должен работать, зарабатывать, ему по-любому придется. То есть, здесь, в этом отрывке, в 24-м, это изложено одним предложением. Тот, кто работяга, Харуц, он будет властвовать, тот, кто ядры миа, она будет все время под каким-то давлением, то есть, другого варианта нет. Или ты быстро, много работаешь, и честно, или, если ты хочешь сочковать, то на тебя будет все время давить какая-то, какая-то масса, что-то на тебя будет давление какое-то, ну, с разных сторон. Или со стороны людей, со стороны государства, со стороны Бога, со стороны близких людей. Бывает, что муж лежит спокойно себе на диване, говорит жене, ну, что я плохого делаю, ну, что, я лежу на диване, отлично провожу время, всегда знаешь, где меня найти. А жена ему говорит, давай, работай там, она его начинает пилить. Потому что, если человек хочет обманным путем от мира получать, то в любом случае, на нем будет давление. Это 24-й был отрывок, очень так понятно и четко. 25-й отрывок. Очень актуальный в сегодняшней ситуации. Даага были в Иш, Яшхена, Ведавартов, Исамхена. Значит, Даага, это волнение, Даага, это волнение в сердце человека, нужно его убрать. Волнение, Даага, беспокойство, тревогу в сердце человека, нужно это убрать. Яшхена, это сейчас мы разберемся, как убрать. Ведавартов, Исамхена, а хорошая вещь, она будет человека радовать. Казалось бы, просто, ну, ничего особенного, но здесь есть полная технология психологического избавления от чувства от тревоги. Значит, Даага, чувство от тревоги, это возникает, когда у человека из подсознания поднимаются негативные картинки, негативные картинки по поводу его будущего. И в этот момент он волнуется. Могут подниматься негативные картинки насчет себя, насчет мира, насчет близких, насчет болезней, насчет каких-то там эпидемий и так далее. То есть, но в любом случае, сам механизм, он один. У человека есть тревога, когда его предположения о будущем, они негативные. Теперь, что делать нам советуют мудрецы? Во-первых, первым делом, даага, вот эта тревога, это вещь, сама по себе негативная. Потому что, известно, что стресс, он убивает и снижает иммунитет. Это известно. Но какое количество стресса снимает иммунитет? Когда-то показал один психолог, который именно на эксперименте, он показал, насколько тревога является страшным стрессом. Он сказал людям, вот смотрите, вот это стакан воды, да, стакан воды, он тяжелый, студенты говорят, он вообще не тяжелый. Он берет этот стакан воды и говорит, а если я буду стоять с этим стаканом воды целый день, что будет с моей рукой? Они говорят, ну рука немеет, вы не сможете его удержать целый день. Это, ну это очень тяжело, целый день держать на вытянутой руке стакан воды. Он говорит, вот тоже самое тревога. Когда человек все время тревожится, то это постоянный стресс, который разрушает иммунитет, разрушает человека, его нервную систему. Теперь, это первое, да, то есть, второе, что когда человек беспокоится о своем будущем, это признак того, что у него нет бетахона, у него нет, он не полагается на Бога, который, в принципе, его любит, и если я уверен в Боге, то я не должен беспокоиться о своем будущем. Это бетахон. То есть, тревога показывает, первое, что человек, его нервная система неправильно работает, и второе, у него нет бетахона, уверенности во Всевышнем и в завтрашнем дне. Теперь, что делать? По-простому понимается, пусть уберет ее, но как убрать? Слово яшхена, оно, можно его прочитать двумя способами. Есть как ясех да то, ясех да то, это отвлечется. То есть, он может, мозг человека работает на картинках, которые всплывают из его подсознания, или на внешних каких-то картинках, которые входят к нему в голову сейчас. Чтобы избавиться от беспокоиться, можно отвлечься, можно отвлечься, впустить себе в голову внешние картинки, какие-то там, фильмы, или еще что-то. Главное не новости, потому что в новостях вам добавят картинок негативных, которые вызывают тревогу. Это их способ заработка, потому что чем страшнее заголовок, тем больше вероятность, что человек его прочитает. А чем больше людей прочитают статью, тем больше заработает СМИ денег на рекламных всех вот этих вот историях, которые подключены к каждой статье. Если статью читают, значит СМИ, которые ее размещают, получают деньги. А привлечь внимание проще всего через негатив. Теперь отвлечься, это значит посмотреть комедии. Например, есть известная история, как один человек, ему поставили неизлечимый диагноз, у него там какие-то были паралич, и он решил уже, если я все равно умираю, он взял ящик, тогда еще были видеокассеты, заперся в номере гостиницы и начал смотреть тинокомедии. И через неделю просмотра тинокомедии он излечился от этой вот болезни, которая у него была, болезнь в нервной системе. То есть он отвлекся, он начал смеяться, у него перезагрузилась, как в компьютере его система, и он, значит, выздоровел. Это известная история. Первый способ это отвлечься от этих картинок негативных. Но бывает, что Чеп не может отвлечься, у него эти негативные картинки, они прямо его пугают, он волнуется за себя, за своих близких, за свое будущее, за все, за мир он волнуется, уже за вторую пандемию он волнуется, и так далее. Теперь, значит, второй вариант, как прочитать это слово, это не ясех, да, а исахена, это лисахех, это поговорить с кем-то. То есть тогда нужно поговорить с умным, спокойным человеком, и ему изложить свои тревоги. И умный, спокойный человек, он тебе скажет, послушай, вот ты волнуешься по этому поводу, давай выясним, откуда берется это волнение, откуда оно берется, кто тебе сказал, как, что и так далее. Значит, и когда начинают рационально с умным человеком, опытным, умным, спокойным человеком обсуждать в тревожащую ситуацию, в этот момент она тоже из сердца уходит. Это второй был совет царя Соломона, то есть как убрать из тревогу и сердца человека. И окончание этого отрывка, в Эдавартов и Самхена, вещь хорошая, будет его радовать, нужно поменять негативную картинку на позитивную. Как это сделать? Отлично, можно поучить Мишлей, прекрасно, начинаешь учить Мишлей, сразу жизнь налаживается. Можно подумать о чем-то хорошем, вспомнить какие-то позитивные события в своей жизни, аффирмации, молитва, ты или мы. Можно вспомнить конкретно перепрожить позитивные картинки. Есть очень классный совет, есть очень классный совет каждый вечер перепроживать, самые позитивные моменты дня, их еще раз представлять, повторять и как бы перепроживать. Тогда в мозге вот эти вот картинки, калейдоскопы накапливаются позитивные. То есть, если ты акцентированно как бы повторяешь ежедневно по три позитивных момента своего дня, а каждое утро есть упражнение, я в Ютубе его ставил, прайминг называется, ты вспоминаешь, дышишь специально, вспоминаешь три самых ярких, позитивных момента за свою жизнь, то ты все время перезаряжаешь свою нервную систему и до во рту вот эти вот события классные, которые с тобой были, они все время у тебя как бы активированы эти картинки, они тебя радуют. У тебя внутри радость, подъем и так далее. То есть, ты понимаешь, что все, все, все в жизни, у тебя нет все, 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 вообще такого понятия нет, все, все, все. Мы все живем в придуманном мире, в котором есть секунда реальности, которая нас сейчас окружает, все остальное это придуманное. Прошлое это некий калейдоскоп воспоминаний каких-то смутных и односторонних, потому что одна и та же ситуация, она запоминается в зависимости от интерпретации и проводили много исследований, что если человек вспоминает и потом ему авторитетные люди говорят, там было чуть-чуть по-другому, то когда именно специально проводили исследование, можно ли поменять воспоминания? и когда, ну вот сговаривались, например, сидят там 10 человек, которые участвовали в какой-то ситуации и кто-то ее вспоминает, ему 8 говорят, было там чуть-чуть по-другому, все были одеты в розовое и он когда в следующий раз об этом вспоминает, он говорит, да, да, было в розовом, все были одеты, то есть все прошлые воспоминания это как калейдоскоп такой частичный в записи, да, такие. То, что человек думает о будущем, это в принципе вообще в дым, дым, дым такой, да, то есть он выдумывает, он фантазирует, он что-то себе придумывает, любые прогнозы, позитивные, негативные, полус, полные стаканы, полупустые стаканы насчет будущего или как Сальвадор Дали, для него стакан это был слон. Все это одинаково, это все фантазии, будущее это фантазии, прошлое это калейдоскоп каких-то слайдиков, настоящее, оно обычно у человека не пугающее, но он всеми силами старается, кто-то старается уничтожить свое настоящее, плохими ожиданиями от будущего, кто-то наоборот он накладывает на настоящее благодарность, позитивные какие-то ожидания и так далее. Хорошо, теперь это был 25-й отрывок, понятно, да, то есть тревогу или отвлечься, или обсуди с позитивным человеком и поменять на картинке, которую ты визуализируешь или о которых ты думаешь, на хорошие, которые вызывают у тебя внутри позитивные эмоции. Физическую нагрузку классно, тоже убирает тревожность отлично, да, бег это вырабатывается эндорфины, которые по цепной реакции вызывают у тебя хорошие картинки. То есть все равно мышление идет, оно на на калейдоскопе мыслей и картинок. И эмоции это следствие вот этого калейдоскопа. Но когда ты с помощью эндорфинов, с помощью спорта или с помощью алкоголя ты включаешь позитивную биохимию, то тогда у тебя и картинки могут подняться позитивные. Понятно, да? 26 отрывок. 26 отрывок он звучит так. Йетер, Мерел, Цадик, Ведер, Крешаим, Татем. Здесь этот отрывок очень сложный, потому что слово Йетер, его можно переводить, этот корень, разными, разными вариантами, и поэтому по-разному его переводят разные комментаторы. Но мне ближе всего вот комментарий такой, что Йетер, Мерел, Цадик, Йетер от слова Ля Тур. Ля Тур это исследовать, как в Ля Татуру не следуйте за своими глазами или от слова туризм. Так вот, Йетер, Мерел, Цадик, это исследует ближнего своего праведника. Что имеется в виду? Цадик, он понимает, что миром управляет Бог, и он в отношениях с людьми он не настаивает на своей позиции жестко, а он как бы исследует, что Всевышний хочет ему сказать через людей. То есть, он следует за ближними своими праведниками. То есть, он не как сказать, не уверенно сто или тысячу процентов в своей позиции и старается праведнить, и насколько я знал праведников, они не спорят никогда не с тем. То есть, это один из главных признаков праведника. Ни с тем не спорить. Есть известный такой анекдот, когда к одному праведнику приехал журналист, и ему говорит, вот как вы дожили до таких преклонных лет? Он говорит, а я никогда ни с тем не спорю. Журналист говорит, да не может такого быть, ну как можно никогда ни с тем не спорить? Да, наверное, спорили с тем-то. Праведник такой ему говорит, ну как хотите, говорит, думаете, что я спорил? Хорошо, значит спорил. То есть, он с ним тоже решил не спорить. Теперь В Эдерах решаем тотем. Путь злодеев, он их как раз и тотем, он их ведет в заблуждение. Что это значит? Злодей, он уверен в своем пути, прямо вот почему, потому что ему легко быть уверенным в своем пути, он же живет ориентироваясь на свое я, а свое я я слышу очень хорошо. У меня вот мои, как бы внутри своей головы свои слова, они слышны. Значит, я, мое мнение, это факт. Цадик, он говорит, что такое я? Я это вообще, как говорил Авраам Авидну, мани, он говорил, что такое я? Афар Ваэфар, я прах и пепел. Что говорил про себя царь Давид? Царь Давид вообще, он говорил про себя, а не Тула, говорил он, в Илоиш, я, говорит он, я червяк и не человек. Царь Давид про себя так говорил. Мошер Абейну, он вообще говорил, вынахну ма, а нас вообще нету, говорил Мошер Абейну. Я, меня нету, он говорит, есть только Бог, который через меня говорит и все. Теперь, в этом разница в 26 отрывке между злодеем и праведником. Праведник, он исследует, он слышит совет, мы учили, да, что хахам, он слышит совет и так далее. То есть праведник, он следует за ближним, он слушает тоже то, что ближние там хотят, он им старается помогать и так далее. И 27, 28, давайте оставим 27, 28 отрывок на завтра. На завтра, то есть сегодня мы тогда заканчиваем. И есть много действительно советов, как избавиться от тревоги. Главное понять, что тревога, как она работает, это следствие, следствие негативных предположений. Не факт, что все это будет, вообще не факт. Но даже у человека нормального, здорового, богатого, может быть, он же не знает, как будет будущее, у него может быть большая тревога насчет того, что будет будущее. Все, удачи, успехов всем, хорошего дня. И самый простой способ еще убрать тревогу от себя, это изучать Тору. И второй способ, это убрать какие-то свои ожидаемые цели и желания, потому что чем у тебя меньше цели и желаний, тем меньше у тебя разочарования. Но если даже ты ставишь цели, ты должен знать, что, я когда-то слышал уникальные вот такие деврейтара от Равьосифа, Равьосиф, братбекерово фамилия. Когда религиозные евреи, когда говорят о будущем, о своих планах, они говорят или имрцеашем, или боизратошем. То есть они говорят, вот, я завтра поеду туда-то, имрцеашем, если бог захочет. Или они говорят, я завтра поеду туда-то, боизратошем, с божьей помощью. Теперь в чем разница, почему иногда говорят имрцеашем, иногда говорят боизратошем. Иногда говорят, если бог захочет, а иногда говорят с божьей помощью. Значит, разница в том, насколько при постановке целей ты думал о Боге. Если ты выполнял задание Бога, то есть ты знаешь, что твоя цель это и есть задание Бога, например, твоя цель завтра я утром поеду на Шахарит молиться туда-то. Это Бог сказал, что надо молиться Шахарит. Тогда ты говоришь с Божьей помощью. То есть ты уверен, что Бог тебе поможет в выполнении этого твоего плана. Но если ты ставишь какую-то цель, которая не связана с приказом Бога, например, просто какая-то личная твоя цель, тогда ты говоришь имрци Ашем. Это же не заповедь. Если Бог захочет, то тогда оно получится. И тогда человек понимает, я предполагаю, Бог располагает, как будет все хорошо, и у него в сердце нет тревоги. Все, дорогие друзья, желаю, чтобы у нас в сердце не было ни у кого тревоги и чтобы мы были цадиками. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня.